Ну что, друзья, вот мы и внутри автомобиля BMW 5 серии в кузове G30. Перед вами оригинальная система NBT EVO. Как многие знают, эта система сейчас комплектуется во всех автомобилях F15, F16, G30, G11, G12. Впервые BMW сделал оригинальный тачскрин. Сейчас можно управлять мультимедией путем нажатия на экран. Дисплей здесь очень качественный. Картинка действительно стала почти как на современных смартфонах, ноутбуках, айпадах и так далее. А я вам, конечно же, спешу сообщить о том, что мы первая, опять же, компания, которая сделала так, чтобы современные возможности мультимедией были в оригинальной системе NBT EVO. Я говорю о Яндекс.Навигаторе, о Сити-Гиде, о Ютубе, о онлайн ТВ и о любом другом контенте и возможностях, которые есть в нашей современной жизни, в наших смартфонах, в наших айпадах и так далее. Как все это работает? Нажимаем на оригинальную кнопку меню, на полторы секунды система переключается в рабочий стол, в юзер-антерфейс Android системы AirTouch Performance. Никогда, друзья, нам не удавалось достичь такого качества. Почему? Потому что, ну, пришлось переделать полностью оборудование, которое мы производим. Опять же, небольшую, так сказать, ремарочку. Я сказал такое громкое слово «мы первая компания». Ну, это действительно так, потому что мы производим это оборудование. Мы на этом специализируемся. Я это говорю к тому, что многие задают вопросы по поводу, что будет с гарантией. Автомобиль новый, ничего с гарантией не будет. Мы даем вам 100%. Мы можем подписать любые юридические документы о том, что с гарантией на автомобиль никаких вопросов не будет. Потому что оборудование подключено строго на оригинальных коннекторах. Это основная задача перед нашим производством, чтобы подключение было максимально безопасным. Не максимально безопасным, а 100% безопасным. Нет никакого разрыва проводов, нет никаких нарушений провода. Только оригинальные коннекторы. Вот пример, чтобы вы понимали, сейчас мы переключились в Android-систему и мы можем управлять Android-ом с оригинального тачскрина, как сейчас я показываю на экране. В этот момент наше оборудование отключает оригинальный тач. То есть внутри в оригинальной системе не происходит никаких нажатий. И это очень важно. Ну, конечно же, сейчас я вам покажу всеми любимую навигационную программу Яндекс.Навигатор, которую, ну, наверное, использует сегодня 99% водителей. Яндекс.Загружается. Загружается он очень быстро. Сейчас у нас построен старый маршрут, я его сброшу. Находимся в помещении. Возможно, простройка маршрута будет не сиюсекундная, потому что GPS-у сложновато, так скажем. Работает это следующим образом. Слушай, Яндекс, комендантский 13, поехали. Паршрут построен. Поехали? Поехали. И, как вы уже видели, никаких нажатий больше не нужно. Для того, чтобы пользоваться Яндексом, для того, чтобы его запустить, вам нужно один раз нажать на иконку Яндекса. Больше ничего делать нужно. Самое важное сказать, какие слова. Слушай Яндекс, адрес и слово поехали в конце. Без прерывания. Поэтому, если Яндекс в таком режиме воспримет ваше голосовое управление, то он быстро все сделает автоматически. Далее, друзья, конечно же, хочется показать такой сервис, как YouTube. Почему я заостряю на нем внимание? Это не только хостинг, который позволяет просто слушать музыку, клипы и так далее. Вот конкретно я лично, у меня в своем автомобиле, конечно же, тоже система стоит, и я всегда ее пользуюсь. Я очень часто смотрю блогеров. Сейчас бизнес-образование, оно растет. Эта тема набирает обороты. И сейчас очень много интересных блогеров, которые действительно рассказывают очень интересные вещи по бизнесу, по организации всех разных процессов. Ну и не только. Я никогда не страдал от того, чтобы в процессе эксплуатации автомобиля, в процессе движения, меня страдала безопасность. Потому что, когда я смотрю, допустим, видеоблог какого-то блогера интересного, я просто смотрю на дорогу и слушаю, что он говорит. И тем самым я передвигаюсь от своего дома до работы, да, это примерно полчаса, я реально обучаюсь. То есть полезность андроида нашей системы AirTouch Performance, это не только мультимедийно-развлекательная система, это еще и система, которая позволяет вам получать новую информацию. Мне конкретно реально обучение. Я обучаюсь неким процессам, которые меня интересуют. Этим сейчас делятся все бесплатно. Очень часто смотрю Дмитрия Портнягина, Оскара Хартмана и многие другие. Конечно же, находясь в андроиде, вы можете пользоваться оригинальной камерой заднего вида. Как это работает? Это очень просто. Включаем заднюю передачу и мы из Ютуба попали в заднюю передачу. Видим здесь изображение с камеры заднего вида. Все работает в оригинале, парковочные линии, датчики, парктроники и так далее. Нажимаем на паркинг или на драйв, если вы едете вперед. Система возвращает вас в то место, где вы были, то есть в андроид. Или же в оригинальной системе все так же работает. Камера работает, возвращается в оригинальную систему. Далее, что-то у нас еще есть. Конкретно здесь установлен Navitel, который владельцу автомобиля был необходим. Карты всей России, пожалуйста, между городами передвигаемся и имеем. Даже офлайн карты. Карты закачаны внутри, поэтому если нет интернета, никаких проблем, вы без навигации не останетесь, будете пользоваться их в полном объеме. Конечно же, здесь открыт Play Market. Качаем любые приложения, работает голосовой поиск. Angry Birds вуаля. Пожалуйста, выбираем ту или иную, то или иное приложение и делаем закачку. Далее, что еще показать вам здесь. Все иконки управляемые. Нажимаем на иконку, выбираем приложение, делаем выбор. Все, при нажатии на эту иконку будет приложение онлайн ТВ. Кстати, тоже очень популярное. Многие, когда скучают в пробках, либо ожидают кого-то в стационарном положении, пожалуйста, можем наслаждаться онлайн ТВ. Сейчас мы его только обновим очень быстро. Вот, кстати, реальный пример того, как происходит обновление. Если вы пользуетесь сетегидом или Navitel или Яндексом, вышло обновление, не нужно никуда ехать. Что-то разбирать, доставать какие-то карточки. Все происходит автоматически. Нажали кнопку обновить, через 3 секунды у вас все обновилось, если есть хороший интернет. Ну, сейчас вот я покажу вам, как работает, допустим, НТВ. Любители футбола, кстати, могут наслаждаться, конечно, футболом. На этом хорошем, большом экране качество картинки хорошее. Можно наслаждаться просмотром матчей в любой момент. И в движении в том числе. Ну, в завершении я скажу, что данная система сейчас адаптирована, то есть возможность установки Android 7R Touch Performance адаптирована сейчас на все автомобили BMW. А это, еще раз подчеркну, F15 и F16. Те популярные автомобили, которые реально часто продаются. G30 с обоими, кстати, вариантами дисплея. То есть здесь сейчас у нас большой дисплей, он с тачскринами. Есть еще пятерки, у которых маленький дисплей и отсутствует тачскрин. Туда тоже можно установить Android-систему. И мы реализуем тач-панель, и вы управляете путем нажатия на экран Android-системы AirTouch Performance. Также мы доработали новую тройку, ну, вернее, с новой системой NBT EVO. Ну, в общем, все автомобили проверили, на все можно ставить. Что касается автомобилей с предыдущей системой NBT, не EVO, там тоже все доступно. Пожалуйста, любые модели, мы везде сможем установить вам Android-систему AirTouch Performance. Друзья, напомню, самое важное, что у нас сейчас действует три установочных центров. Это город Москва, это город Санкт-Петербург, где я сейчас нахожусь, и это новый установочный центр, офис и полноценный склад в городе Екатеринбурге, столице Урал. Все, о чем я говорю, всегда доступно и всегда в наличии во всех наших трех установочных центрах. Надеюсь, вам всем было очень интересно. Если это действительно так, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, это очень важно для нас. Не стесняйтесь, спрашивайтесь, мы на все оперативно ответим вам. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok